всем привет друзья прошла рабочая неделя хоть она была как короткая всего лишь четыре дня три дня извиняюсь но они были очень сложны потому что первый раз на такой работе работаю и я не привык сейчас иду в квартиру вот тут школа дети учатся сегодня уже кажется 3 сентября красивые дома эти дома кстати очень привлекают они высокие они белоснежные и из такой полосочкой посередине необычная архитектура кстати с этой стороны у нас частные домики старенькие частные домики даже так они не просто старенькие и есть тут один домик которые судя по запаху когда ты проходишь через него он очень оттуда очень-очень жестко очень жестко несет перцем как будто они выращивают у себя на заднем дворике какой-то действительно жгучий сорт чили перца сейчас я дойду до этого домика бакси останавливается на каждом шагу чтобы ему нужно блин туалет сходить капец сейчас мы уже почти дошли кстати вот это наш домик да он выглядит стареньким он тоже как бы не новенький но он хороший очень хороший домик мне нравится так вот этот дом вот этот дом там короче походу чили перцев выращивать потому что жестко прям несет остротой вот знаете есть такие чувства принглс называется но все знают есть такие чипсы и принглс со вкусом крылышек буфало и вот когда ты их открываешь там прям такой жесткий запашок очень жесткий запашок вот это вот перца попробуйте купите они кажется оранжево-черная упаковка крылышки буфало и вот точно такой же перец я все думал почему он не знаком откуда вот это вот как раз таки жгучий жгучий перец наша стоянка отсюда не видно хоть машина у нас нету но на будущее мы же не всегда будем без машины стоянка офигительная кстати за ней очень хорошо ухаживают там очень много растительности когда ты заезжаешь она очень красиво я показывал вроде как нынче как-нибудь еще покажу ну допустим вот смотрите кустики смотрите это стоянка дома очень красивые деревца места много в общем пойду я думаю вот наш дом тут он у нас на пароли еще и говорит что дверь открывается на нашем тоже лифте кстати второй лифт почему-то не работает видимо еще не успели вызвать техниках но она работает уже с прошлой пятницы кстати и и он не опускается бакс не хочет зайти обычно с поем в такой или свечусь единственная такая яркая футболка сейчас поставлю камеру макаром надеюсь людей нету макаром надеюсь наши соседи переезжают вроде как или мебель привезли застежки устали итак смотрите что мы успели добиться за это время чтобы вы понимали эти коробки вот эти коробки вот эта коробка это не знаю в общем это все мусор просто нужно вытащить вынести то есть кухню к очевидно тут все порядок мы еще тут не живем вот такой вот вид красивый сегодня буду устанавливать подключать сушилку ставить сюда шкаф и стиралку но до этого нужно там короче подмести и помыть полу ну кухня плюс минус уже готова я ее полностью собрал расспасывал вещи ну собственно я все стали я все показывал тут ничего не изменилось если честно ну так я берегу пробегусь котельки я баксин стигнул хожу с ним блин он за мной ходит так давайте кое-что сейчас секундочку ой смотрите кстати сейчас покажу прикольную тему в арсалюме таких окон у нас не было практику очень нравится вот это окно видите оно сверху аж до пола и он становится сюда на 4 и смотрит в окошко офигенные колонки поставил пакет под него потому что получше грязно должны все расставить потом уже помыть полы и будем уже все жить тут в общем пошел менять розетки собственно и все и наконец-то мы одели платье наконец-то спустя три года на платье дело ой собаках так нас злостно прерывали игру наконец-то платьишко отдела спустя три года смотри сюда не туда-сюда мы идем на квартиру все вместе полный состав семейный первый раз окажемся одновременно все в квартире будем сейчас убираться нахожусь сейчас в районе вот этих домов белых смотрите какие они высотные красивые иду короче в шеким это такое типа как торговый центр но очень старый и он больше превратился в рынок но я уже говорил с немало пойду покупать ингредиенты для супа крутого буду его делать сливочного огромная закрытая тендом натянутым от солнца на дерево как красиво эти полянки справка все вот тут даже пакетики для собак и смотрите круто кстати в хайфе открыли какой-то собачий пляж жалко что у нас бакси немножко неадекватно ведется с собаками другими поэтому это нам не актуально ну ладно пойду покупать в русский магазин споро дине конечно все показался дороговаты на помимо супа еще кое-что взял там молоко допустим вот еще один маленький ингредиент до супа но в любом случае дороговаты сейчас я буду искать выход отсюда потому что я не знаю где он вот всякий зокер какой-то отпустил подъездничную лестницу чтобы сам поднялся вот бежит сам рядом забегает на каждый этаж а вот это правильно бакс сюда вот нас там сконструировали вот такую ванночку чтобы мозга не помыть кондиционер сейчас попрызгали каким-то жестким какому веществу химическим там веществом там пипец на кожу попадает выжигает все сконструировали из пакета палок для швабр веревки скотча короче ребят все устанавливали вот такие вот коробочки они типа вот так вот стоят плохая коробочка а я нашел тут друга как друзья друг назову-ка я тебя василия о него там детки как-то да да детки ай ну ладно пойду дальше работать вот такой вот завод делает устроить еды у нас тут совсем нет решили заказать тут у нас вот такие вот суши раз-два-три обычные черненькие вот эти четыре и точно такие же пять сейчас я открою что там не знаю окей тут у нас какой-то шашлычок это видимо курицу тут это мое это паста с креветками тут это тоже мое это такой бутербродик это видимо рисовая котлета и курица и тут еще какой-то видимо салат непонятно и вафа приятного аппетита приветики на стену плохо видно в общем таня мне купила вот такие вот эти штучки это молодой чеснок маринованный сейчас будем пробовать да настенка вот такой вот чесночок он пахнет просто маринованным чесночком прикольно настен к сожалению будешь проводит и я как это вытаскивается вытащим не вытаскивается конюшно с ногтями такими без ногтей просто на луга ты разу ни разу ни разу ни разу ты молодой чеснок ну прикольно привкус чесночка есть но это не острое и даже не знаю чем сравнить а чем это едят ну типа их салат или просто маринованные перцы а ну нифига себе их так просто князят ну острые перцы ты ешь ну с чем то ну вот так же допустим ешь пловко и вот это вкусно это маринованный чеснок тебе нельзя это не вкусно пойду пофиг идти на квартиру сегодня вторник 8 сентября и мы до сих пор живем в родителях ну так получилось а 3 недели 8 плюс 5 13 нет не вырежу все я пошел ну шо ребятки конец недели рабочая сейчас покажу вам площадку детскую офигенную ну вот и самая площадочка она здоровая тут у нас футбольное поле вроде бы можно заходить я не проверял сейчас не, не, можно заходить футбольное поле ну вот так выглядит она островой огромный парк красиво лавочки столики не знаю в шахты прийти большая детская горка качели в общем все круто сегодня среда к сожалению завтра не работаю пропускаю еще один день ну не потому что я захотел а просто ну в такой в такой этот момент рабочий попал что там нет работы тут нет работы но на следующей неделе сказали будут их долбать по полной я сейчас иду к родителям Тане ну типа там Таня мы еще не переехали чтобы понимали переехали мы 25 августа сегодня 10 сентября мы уже недель живем две недели живем там вот ну много работы поэтому вот ну вот родители хорошо покушать есть вот накормят напоят в общем сейчас иду домой Таня приболела простудилась на кондиционере от кондиционера сейчас буду сидеть с Настёной если получится на квартиру пойду уже начнем убираться кайфуем сегодня мы с тобой кайфуем вот и какая я закрываю телефон кто это тут такой красивый кайфуем улыбочки улыбочки все мы красивые улыбочки сейчас пойду на квартиру делать окончательную уборку закупать продукты мы сегодня переезжаем четверг 10 числа 10 сентября доброе утро я зашел в местные вот этот помните базаре говорят здесь огромнейший супер магазин посмотрите какой он здоровый тут есть все тут есть даже блин стулья есть посмотрите его размеры это просто жуть вы видите это огромное это просто гигантский магазин конечно не очень можно фоткать хотя может и можно но скажут помните замечания не всегда приятно слышать замечания тут реально крутой магазин просто бомба мне сейчас надо купить сахар соль и чипсы обалдеть это все чипсы оттуда вот до сюда чипсы смотрите ну тут уже сухарики больше это называется бегали у нас такие как не сухарики тесто как как сушки со вкусами разными что такое вот это что-то вроде тоже не какой-то байт и узнает это с луком это у нас с оливками мы тоже типа таких сушек только тонкие такие много-много-много это американские с чесноком и чили перцем с халапеньо но пока перейдешь на русский купец весь язык сломаешь ладно пойду за сахаром он должен быть где-то а вон мы все покажу сахар это же сахар у нас дома вообще сахара нет и тут кстати вот этот вроде как очень дешевый это соль дешевый а да соль шекель шекель 80 блин макарон еще надо не на это надо короче завтра закупаться это наверно завтра сделаем ножи тут всякие вот это прикольно ты может смотреть хотя нет фигня дешевая фигня ладно пойдем всем доброе утро сейчас я кое-что покажу вам смотрите какая красоточка платьишки прям вах 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 супер блин как на свидание я из-за тебя докраситься не смогла из-за меня докраситься не смогла а я купался пошел я за масками потому что таня потеряла две блин пачки целых масок пришли приходит придется сейчас идти в жару покупать маски возвращаться давайте маски потом опять идти в супер вместе со всеми вот блин смотри ладно пойду я уже начинает это раздражать лифт постоянно на девятом этаже кто там живет почему они постоянно катаются я капец он 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 реально постоянно на девятом этаже прикольно маска вроде кто-то говорит а не видно как будто я молчу хотя меня тут явится в общем пошел из-за за этими масками сейчас вернусь и пойдем вместе все пока теперь могу спокойно кстати показать все наш подъезд такой вот подъездик там выход на стоянку там нет нету двери то есть вот автоматически открываться двери а если заходить тут код вот примерное расстояние до этого магазина вот видите там конец ворота я поворачиваю на них направо и такое же расстояние иду до магазина вот это полукруглое здание это наш муниципалитет а вот если вы видите за зеленой занавеской за зеленые этим штучкой вот как раз это здание вот это здание ну мне сегодня как-то плевать немножко на людей не так как это раньше сейчас более ну типа не стесняясь в смысле не на людей плевать а не стеснять иду снимая сибири вот видите сейчас поворачиваю и собственно вот это здание вот это розовое бежевое не пойму вот и она здоровая здоровая там оказывается есть даже тренажерный зал и там есть второй этаж на котором я не был как-нибудь поднимусь посмотрю что там находится а пока пошла в магазин покупаем супер хотели найти салат баклажановые на огне укладывается но как и нет и сейчас будем под последним подготовлением соки у домой на стену же капризничек нет времени снимать чё какие соки вместе два за 10 шикарно но еще газированные какими-нибудь фанту наверное сколы лежим пищим хорошо когда хорошо смотреть когда кто-то работает да я нет посмогла стописим а шо вы писать пищать перешли перестали как снимать начал вот так вот уже убрали вот это инструменты папы таниного таниной танина таниного таниной а ну короче это мы еще раз берем я не помню что там что-то там кажется танина или настенина вот тут такого вот это вот между этими у нас стоят и вот такой вот диван где вы ездили привет бакс ну и чем мы расскажем находимся в гостях у сестры тани такой вот вид отсюда хоть и между домами но это море и вживую это сам город двадцать второй этаж обалденно просто круто купить бы вот тут в этом доме ну или в этом скорее всего это вот в этом или в этом доме это тут пентхаус ну в общем пентхаусе который с двумя этажами ну типа раз два да приветики сейчас час ночи они сейчас будет подготавливать это ее идея максимин макси 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 к приезду максимуму зал красиво там шарики нет я надую завтра потому что очень громко работает ну да ну либо если ты хочешь надуваться надуваться надуваешь завтра вот упакует подарочек сейчас покажу подарочек а я делаю ну и убирается там стирает сейчас кстати час ночи вот подарочек вот такой вот самокат максима очень давно хотел это крутой самокат для взрослых еле нашли Таня нашла еле как вообще просто я не знаю а я сейчас покажу что я делаю во-первых я делаю свой фирменный суп это одна из подготовок сейчас помешать секундочку забыл про грибы так это фирменный суп значит сливочный курино-говяжий суп это варится бульон оттуда все потом вытаскивается выкидывается это один из грибов это грибы это собственно курица я отделю от кости разорву и поджарю отдельно картошка для супа кабачок баклажан и собственно это суп ну там еще спагетти также у нас тут есть тут у нас картошка полностью залита водой это для пюре здесь у нас сейчас как ее достать вот блин ну ладно нормально здесь у нас второе блюдо это курица это окорочка табака маринад это даже не маринад я просто поставил соль и там какую-то специю для купил курица для костра что-то такое вот ну будет в холодильнике ставить ну я как бы почистил помыл чтобы завтра этим не заниматься так вот вот так вот сейчас я секунду дальше у нас тут есть вот ингредиенты для супа вот это это сливки это сливки это просто сметана прикольное кстати масло очень вкусное кто живет в Израиле ну в Карлберг продается это масло оно во-первых дешевое а вторых оно супер вкусное чувствуешь сливочный реальный вкус тут у нас извиняюсь раз колбаска два колбаска это я буду просто жарить сосиски там порежу их так крестиком по краям они так откроются как цветочка вот что еще тут у нас значит смотрите это божественная вещь это короче свиные стейки которые максимально близко к спине я взял очень мало чисто для пробы но я порезал тоненькими пластинками запах шикарен и сделал маринад что такое по сути маринад кто не в курсе именно вот с точки зрения как вот правильно маринад должен входить должна входить кислота второе должен входить специи по вкусу и третье растительное масло кислота размягчает мясо делает его более сочными специи понятно для вкуса запаха а растительное масло а растительное масло открывает мясо и дает лучше и легче впитаться кислоте и специи вот сейчас мы пойдем полочку смотреть танюши танюши навела порядок короче суть в чем день ждения моего братика мы накупили тех самых соков кстати тут у нас я совсем забыл вот вот тортик это северная кажется называется тоже вроде в Карлберге покупали да северная это безе орешки кремов очень вкусно реально прям вкусно это пулица тоже пульки ой не пульки окорочка опа сейчас вот так вот все засунули так а чему-то я тут что-то у меня вроде как сдвинулось это у нас а мы еще салат будем делать это всякие конфетки где-то еще были конфетки а вот конфетки а еще один кстати ингредиент для супа это сельдерей он просто немножко на сухую обжаривается ну в смысле без масла без ничего вот тоже сюда положим чтобы не забыть обжаривается кидается в кастрюлю сейчас тут сок уйдет гряды начнут поджариваться я разделаю курицу курица значит также обжарится кину когда все будет готово кину картошку пока картошка будет кипеть варится 20 минут я в это время порежу вот это все сельдерей я сразу порежу поджарю и кину а вот эти две кидаются в самом самом конце потому что они очень быстро размыкают потом если вначале кинуть они будут как каша как сопли так что это всегда в конце кидаются а это у нас утренний овощной салат фруктовый но он уже весь завел потому что с утра ладно пойду я дальше делать дела и кстати с баксами погулять сейчас на часах тринадцать ночи очевидно что-то там не понимаю вот это инструменты таниного таниного папы да правильно сказал завтра он заберет тут у нас от этого Таня помоет полы я пока буду доготавливать ну все собственно пока что у нас раньше у нас зала не было по сути потому что зал замедл таниной пиной танином уголком вот поэтому вот у нас тут кухня кстати зацените как то это короче такие магнитики родители купили у них было не знаю ну они супер красивые вот так а а сейчас ну-ка опа вах вах Это супер яркая лампа Еще одна Дальше Кухню Давайте сразу покажу кухню Раз уже рассказываю Вот такая вот кухня Все тут на приводе Как он называется, не помню Но когда ты вот так вот отпускаешь Он замедляется И не дает хлопнуть Почти на всех Блин, этот бублик Постоянно падает А что? Понавешаешь, блин? Худешь криво Широкий просто Вот, обалденно большая кухня Это окно На балкон Туалет кошачий Стиралка Сушилка, стиралка тут Которая не работает И окно, красивый вид Когда открываешь, ну сейчас ничего не видно Но очень красиво видеть Кухня обалденная А если сравнить с нашей кухней Бывшей в Иерусалиме Так это вообще шикарно Тут будет у нас печка Которую мы купим О, помню Вот, мои ножи И я, наверное, сюда Прикреплю тоже в ряд специальные крючочки Там будут у меня сковородки Пока что сковородки у меня вот тут О, да, сковородки вот Они потом переселятся туда Дальше погнали в зал Вот наш диванчик Большое, красивое окно Которое тоже утром все видно Вот Танина комнатка Где она работает Крутой стул для клиентов Вот Дюйка забежала, конечно же Сейчас будем прыгать Ну, прости, сюда Хочу, хочу, хочу Хочу, хочу Давай, давай Вот, кстати, вот Лампочки крутые Лампы, да Дальше пойдемте А, это уголок кошачий будет То есть, получается Уголок баксин Ну, тут типа он тут спит Это его миски кошачьи Тут мы потом купим прикольные кошачьи Хит, пойду, хит Вот, кошачьи побольше тему Сюда будет прикреплен телевизор То есть, если ты как бы сидишь Вот так на диване, да Вот Здрасте Вот телевизор, но он будет на этой подставке Которая, по сути, он будет вот так Хоп, выдвигаться, да И очень прикольно Бакс, я не это Я не сидеть пришел Я квартиру показал Зеркало прибили Давайте посмотрим дальше Дальше у нас, вот, собственно, это ванна Привет Не ванна Нет? Ну, ладно А, ну, надо было снять Кого снять? Ну, что у меня это? Ложи А, ну, в общем Вот такая вот красивая у нас кухня Ой, кухня Да? Ну, дешевый, крутой Вот тут эти вешалки прибили Лампа красивая А, это освежитель он Ой-ой-ой За лампой что-то начало легать Освежитель, в общем, каждые 36 минут Или часов Минут Наверное, 36 минут Минут Вот Ой Ну и что мы падаем? Ой Я его не трогал Вот, конечно Взглядом Ну, вот Ай Туалетик И вот этот балкон, собственно Тоже такой? Ничего такой Тут у нас вот Полотенчики Внизу всякие Прищепки Вот А вот тут такой вид Красиво, да? Это Вот это Вот это Вот это там Это хать Ее сейчас не видно Потому что дымка большая просто Но это из-за влажности Дымка огромная Ну, прям такая Жесткая Подвиньтесь Во, красивые у нас Вот эти коврики Дальше В комнате Настена спит Поэтому я просто покажу Молча Тут у нас туалет Душевую Она не работает Мы решили использовать Как Кладовку Ну, в смысле Вот эта фигня не работает Мы решили, что мы не будем купаться Потому что это немножко Противненько купаться Она не доведена до ума Вот Вот Макс Прятался В кровати Под кровать Прятался Максик Дальше у нас идет Настенина комната Которая будет делаться И еще краситься будет Так что сейчас Вот Склад такой Тут будет ее манежик Расстелен коврик Собственно комод Для белья ее Вот Блин Что же делать Ладно Потом прогоним А не-не Все это бакси 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 И последняя наша комната Компьютерная А что это не последняя Я уже купила Я уже показал Ну да да Вот Таня новый стул Балаган Показал Ты где? Засрана уже? Нет Чем это? Я не мастовала Компьютер А ты обдот делаешь Что делаешь? Вот Полочки Я плохого Не не полочки Полочка А полочка Полочка Ага Гарри Поттер Варкрафт Еще Гарри Поттер Всякие игры Вот Тут половина Мое Что? Что? Ну ладно Вот это вот Твое Ну вот это Твое И вот это Твое Тут все мое? Нет Все твое Мое? Все мое Мое Вот мой Компьютер Ой Накидала мне На стол А нет Сима Накидала А вот Шкаф кстати Идите Он тоже здесь Еще и не прибыл Вот Не прибыл? Ну ладно Пойду я Доделывать Да Собственно В перерыве Между Между готовкой Я вышел С Баксиком Прогуляться Не надо же Прогулять его В общем Это наш Муниципалитет Вот Кириат Моцкин Написано сверху Как раз таки Муниципалитет Или Как говорят На иврите Это Ирия Такой красивый Фонтан Почему то не работает Кстати днем Может на время Отключили Тут у нас Кстати моя больница Макаби Тут есть Вон По сути это больница Макаби Макаби Дент Типа дантисты Макаби Фарм А третья Четвертая Не знаю что такое Ну фармацепти Типа Третья А четвертая Не знаю что такое Человек какой-то Или этот Блин Без очков не вижу Не верю В общем Вот такой вот Красивый Круг 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 Красивый Дальше если пройти от нашего дома В сторону В сторону Что то там Сейчас Короче тут есть КП площадь Точнее, это прогулочная аллея, но она настолько широкая, что, блин, это площадь, е-мое. Сейчас я покажу, куда мы завтра пойдем. Мы, по сути, по этой площади, ой, по этой аллее пойдем в ту сторону. Почему мы пойдем в ту сторону? Потому что там море. От нас это минут 20 ходьбы, завтра мы точно здесь идем. И вот-вот такая вот огромнейшая площадь тут на роликах. На велике будет очень круто кататься. Если туда дальше идти, через 2 квартала, 2-3 квартала, можно дойти до магазинной работающего 24 часа на 7. Поэтому, если вдруг в пятницу вечером или в субботу, в общем, в шаббат потребуется что-либо, мы пешком без проблем дойдем до этого магазина. Что это очень круто. В Иерусалиме не было такого. Там, ну, там были 24 на 6. Все-таки Иерусалим – это верующий город, религиозный. И там не разрешали даже таким магазинам работать по пятницам, по шаббатам. Вот. Но проблема сейчас заключалась в том, что такие магазины работали только в центре города. Это очень далеко от нас. И без машин ты никак туда не попадешь, к сожалению. Там, конечно, были еще арабские магазины, но, сами понимаете, ездить к арабам – немножко опасно для жизни. Вот. Это у нас школа. Блин, темно. Я не знаю, если вообще пикну что-либо. В общем, тут у нас школа. Она разделена очень странным образом. Если в Иерусалиме, по крайней мере, у нас… Вот ты пришел, там есть так, младшая и старшая школа. Все. Ты пришел. В младшей школе ты учишься с 1 по 6 класс. А в старшей школе ты учишься с 7 по 12 класс. Единственное, что она разделена не физически, а именно вот типа с 7 по 9 ты учишь обычные уроки. А с 10 по 12 ты начинаешь проходить багруты. Багруты – это как окончательные экзамены. Ну, допустим, прошел багруты по математике – все. Ты больше математику учить не будешь. К сожалению, математика в конце 12-го года. Ну, не знаю, тот же самый. Какую-нибудь географию. В 10 классе сделал, и как бы все. Ты молодец. В общем, в чем прикол этой школы? Она физически разделена. Как мне Таня говорила. 10 класс отдельно, 11 класс отдельное здание, и 12 класс отдельное здание. Ну, или что-то в этом роде. Я могу путать. Ладно. Пошли мы домой. Кстати, вот наш перекресток. Достаточно красивый. Смотрите. Какие-то... А! А, это бабочки, книжки. Она сейчас багс потянет. Секунду. Это бабочки. А, это книга, большая книга, и там типа бабочки. Прикольно. Ну, собственно, как я и сказал, видите, книга такая, и из нее типа бабочки вылетают. Типа знания, это разноцветные бабочки. Ладно. Пойду я в наш дом, крутой наш, крутую квартиру. Максим меня запутывает тут. Приходится вот таким вот способом выковыртываться, заканчивать готовку, приготовление, убираться, купаться и спать. Готовка идет полным ходом, а точнее она уже здесь как завершение. Это такой густенький-густенький бульон. Осталось обжарить вот эту фигню. Вот так в курице. Нарезать эти овощи. Все закинуть. Кроме курицы. Курица отдельно идет в эту коробочку. Все закинуть в суп, чтобы он поварился 10 минут. Или, собственно, готово. А завтра уже добавлю сливки. Сейчас я только хочу показать вам. Тебя ждет мяско. Не грусти. Как Таня упаковала подарок. Опекенски красиво. Смотрите, это такое матовое оно. Мягенько. Вообще супер. Вах, вах, вах. Очень красиво. В общем, всем сладких снов. Спокойной ночи. Завтра новый день. Новые видео. Пока.